Страну в декабре 2016 года ожидают очередные выборы в Госдуму, впервые с участием крымчан. Руководители избирательных комиссий уже начали знакомить с тонкостями выборного процесса в России. Консультировать председателей комиссии на протяжении двух дней будет глава российской ЦИК Николай Конкин. Причем к семинару, который проходит в Симферополе, привлечены руководители городов и районов республики, а также Севастополя. Темы для обсуждения – обработка бюллетеней, регистрация избирателей, техническое оснащение участков. На семинаре организаторы презентовали представителям крымских комиссий новинки электроники, раньше не использовавшиеся в выборном процессе. Недавно в Севастополе уже проводился подобный тренинг, но тогда обучали главных участников голосования представителей политических партий. Здесь же мы сосредоточимся на обучении организаторов выборов избирательных комиссий и представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления на их взаимодействие в период проведения избирательной кампании, для того, чтобы максимально организованно, абсолютно законно прошли выборы на территории Крымского федерального округа. В российской ЦИК уверены, за более чем полтора года до выборов в Госдуму России крымские комиссии успеют подготовиться к процессу тщательно и не столкнуться с проблемами. А в семинарах нуждается не только республика-дебютант, но и другие округа страны. В законодательстве России произошел ряд изменений, обязывающих к адаптации. Помимо этого, в отличие от предыдущих выборов, голосование в декабре 2016-го пройдет не по пропорциональной, а по смешанной системе. Депутаты Госдумы будут избираться как по единому округу, так и по одномандатным. В числе последних кандидатуры выдвинут представители партии и самовыдвиженцы. Говорить о каких-то таких трудностях всерьез я бы не стала. И я думаю, все коллеги, которые здесь собрались сегодня и которые будут проводить обучение по различной тематике, все с этим солидарны. А с точки зрения подготовки это необходимо даже и всем другим субъектам Российской Федерации. Как сказал Николай Евгеньевич, у нас вновь изменилось законодательство, которое регулирует проведение выборов в Государственную Думу. У нас был разный опыт. В Крыму подобную инициативу Российской ЦИК восприняли с энтузиазмом. Несмотря на то, что республика на пять справилась с проведением референдума и выборов местной органы, оттащить мастерство не будет лишним, убежден глава Крымской ЦИК Михаил Малышев. Это инициатива, которая была проявлена со стороны Центральной избирательной комиссии по обучению в течение этого года. Я имею в виду и первый наш семинар, который здесь проходил с председателями территориальной комиссии. Затем новация, которая была опять же таки инициирована ЦИКом, это проведение семинаров с участковыми комиссиями, чего не было никогда раньше в истории даже Центральной избирательной комиссии. И дали возможность в конечном итоге провести этот выбор 2014 года на должном уровне. На выборах в Госдуму на полуострове будут сформированы четыре одномандатных избирательных округа, три в Крыму и один в Севастополе. Все терзберкомы будут работать соответственно этому разделению, причем в состав комиссии войдут те же члены, которые работали на выборах 2014-го. В следующем году Крым ожидают промежуточные выборы. В Керчи и Симферопольском районе изберут представителей в Государственный совет. Тарас Брезицкий, Роман Ананьев, Служба новостей и ТВ.